Новые перспективы развития бизнеса. Сегодня североказахстанцы активно обсуждают аспекты нового послания главы государства Нурлы Жол «Путь в будущее». Оно направлено на развитие экономики страны, где приоритет отводится развитию малого и среднего бизнеса, при ощутимой государственной поддержке в виде льготных кредитов. На эти цели, как озвучил президент страны, направят 100 миллиардов тенге из национального фонда. Продолжит Гульнара Кали. 11 ноября на расширенном заседании партии Нуратан глава государства выступил с очередным посланием народу Казахстана «Нурлы Жол «Путь в будущее». Президент в нем отметил важную роль государства в поддержке малого и среднего бизнеса. Поручил увеличить сумму льготных кредитов для предпринимателей. В стратегическом документе говорится о выделении 100 миллиардов тенге на данные цели. Приоритете реализации проектов пищевой и химической промышленности, машиностроений, а также в сфере услуг. По мнению директора региональной палаты предпринимателя Нелли Кукушкиной, такие меры господдержки послужат мощным толчком в развитии экономики нашего региона. В послании сказано, что драйвером развития экономики должен стать малый и средний бизнес. Конечно, для нас, как для организации, которая представляет интересы предпринимательства, это получает большую поддержку, удовлетворение со стороны субъектов бизнеса. Я думаю, что предприниматели нашего региона внесут свой хороший вклад в реализацию новой экономической политики, но ржалый путь в будущее, которое озвучено в послании. Сегодня каждый третий житель области занимается предпринимательской деятельностью. Насчитывается порядка 22 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, в этом году льготные кредиты получили 9 бизнесменов региона. Еще 6 смогли рефинансировать свои займы под более выгодные проценты. В итоге из казны государства на эти цели направили 2,3 миллиарда тенге. Видят перспективы развития экономики области североказахстанцы в поручении главы государства развивать индустриальные зоны во всех областях страны. Для нашего региона это актуально. На сегодняшний день у нас в области пока нет действующей индустриальной зоны, но планы по ее созданию есть. Они активно реализуются сегодня нашими органами местной исполнительной власти. И сегодня у бизнеса уже есть желание зайти в такие индустриальные зоны. Есть проекты, которые они готовы там реализовывать, потому что есть такая потребность в производственных площадях, где будет подведена вся инфраструктура. По словам Нелли Кукушкиной, в основном бизнесмены регионы заняты пищевой промышленности. Открывают пекарни, производят муку, макароны и кондитерские изделия. В перспективе перед ними открываются новые возможности расширения своего бизнеса при поддержке государства. Гульнара Кали, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК.